День Конституции Республики Беларусь 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 Наталья Качанова Яна выказала упевненість, что на заводзе добра приймуть нового керавніка Ей он зможе активно включиться в працу Віталь Паわло працавав на МНПЗ каля 20-ти годов Даг этого назначення он займав пасаду намесника старшині консерна Белнафта Хім Новый гендиректор адзначыў, что цяпер самая гал функная, больш худкая завершення модернизациў Например, с уведением и эксплуатацией комплекса гидрокрекинга глубину перепроцовки нафты тут планует повеличить до 90%. Данной установки на постсоветском пространстве нету, поэтому здесь в очередной раз Мозорский ВНПЗ выступает новатором. Это так называемый завод в заводе, в который включает себя три установки. Я сегодня рада быть здесь, на этом предприятии в городе Мозоре, потому что, конечно, это очень важное и знаковое предприятие и для Гомельской области, для города Мозоре, для нашей страны. Звершение самого масштабного инвестпроекта на предприемстве заплановано на 2020 год. Керавництво завода упевнено, что это да поможет значно повысить экономичную эффективность и нарастить прибыток. До 1 мая жихары Беларуси, які ожадают и могут працовать, повинны быть працы уладкованы. Як вядома, такую задачу перед урадом и губернаторами поставил президент. У свою чергу старшыни Аблвы Конкамов уже распачали реализацию этой работы в своих регионах. Так, Владимир Дворник доручил на протягу ближайшего месяца продоставить варианты працы уладкованья кожному непрацующему жихару в области. Рашение этой задачи губернатор усклау на члену Назиральных комиссий, які некольких годов тому были створены в каждом районе. А кроме того, до вращения пытания працы уладкованья долучатся и депутаты. Какие резервы для створения новых працовных мест они бачить у своих выборчих округах и как особисто збираются удельничать у выполнения поставленных задач. На это и другие питания нашему корреспонденту отказала депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь Алла Навумчик. Здравствуйте, Алла Александровна. Скажите, пожалуйста, каким вы видите решение проблемы трудоустройства в рамках декрета номер 3? Здравствуйте, Марина. Декрет номер 3 очень широко обсуждается сейчас в нашем обществе. И сказать, что мы сможем решить в течение буквально 2-3 недель проблемы трудоустройства всех желающих, конечно, будет неправильно. Потому что вопросы регулирования рынка труда достаточно сложные и затрагивают конкретного человека с его интересами, с его особенностями, с его желанием. Поэтому проблема эта будет решаться совместно усилиями всех вертикалей органов власти. И я думаю, что, несомненно, с учетом интересов конкретного человека. Вот, кстати, какие резервы для создания рабочих мест есть в вашем округе? Я напомню зрителям, что речь идет о Гомельском сельском избирательном округе. Вы знаете, у меня замечательный округ с позиции того, что это сельскохозяйственные организации, которые имеют очень высокий уровень технологий. Они расположены вокруг крупного областного центра и традиционно создавались, как своеобразное зеленое кольцо, которое обеспечивало свежими овощами и плодами жителей крупного населенного пункта. Поэтому здесь сконцентрированы высококвалифицированные кадры, и аграрный сектор успешно развивается в Гомельском регионе. Но особенность его состоит в том, что это еще и сезонный характер имеет, несмотря на то, что развиваются и производства овощей из закрытого грунта, но все равно сезонность выражена. Поэтому на сезон привлекаются дополнительные, нужные дополнительные работники. Это тоже один из резервов привлечения рабочей силы решения проблем по декрету номер 3. На слуху проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Мы говорим о том, что нас не устраивают тарифы, с одной стороны. И уже много делается по оптимизации тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Нас не устраивает качество услуг. И вот здесь, мне кажется, развитие государственно-частного партнерства должно сыграть свою позитивную роль. Если мы в эту сферу привлечем частный бизнес предпринимателей, которые создадут реальную, хорошую, здоровую конкуренцию государственным структурам, по оказанию услуг, скажем, по уборке наших подъездов или внутри дворовых территорий, или, скажем, предоставление услуг по сантехническому обслуживанию, то тогда, я думаю, будет возможность выбора у жильцов. Очень интересные примеры. Алла Александровна, а как лично Вы будете способствовать решению вопроса с трудоустройством безработных? Ну, во-первых, я знаю, что в Гомельском и Добровском исполкомах сейчас активизируется и актуализируется как раз перечень вакансий, поэтому при личных приемах я всегда предлагаю вакансии, которые есть, или выслушиваю конкретные просьбы граждан и пытаюсь оказать им содействие в трудоустройстве. Кроме того, вижу свою задачу в том, чтобы помогать молодежи, которые заканчивают учебное заведение и пытаются трудоустроиться. Развитие бизнес-инкубаторов или каких-то таких площадок при вузах способствовало бы тому, чтобы молодежь получала навыки такие, это своеобразный тренажер, навыки ведения своего бизнеса с тем, чтобы они могли получить хотя бы первую свою заработанную заработную плату, я уже не говорю о прибыли, с тем, чтобы вот этот навык потом они могли реализовать самостоятельно, уже уйдя в самостоятельное плавание. Спасибо большое, Алла Александровна, за то, что нашли время прийти в нашу студию, высказать свое мнение. Спасибо, Марина, за вопросы. Очень приятно. Сегодня после капитального ремонта открылось обновленное приемное отделение областной клинической больницы. Теперь медицинская допомога в установе будет оказываться больше оперативно и якосно. В этом переконялись и наши корреспонденты. Минавито по работе приемного отделения можно мерковать об организации працы во всей установе, квалификации медперсонала и его относенных до пациентов. Навод с этой кропки гледжения капитальный ремонт с элементами реконструкции был просто необходным. На протягу года приемное отделение Гомельской областной клинической больницы принимая каля 30 тысяч человек, яким необходная экстренная допомога. В связи с отсутствием обсталевания для проведения необходной диагностики хворых возили литерально по усих поверхах установы, что было не только незручно, а лей замороживала постановку диагнозом. Теперь усе необходные обследования можно проводить с непосредственного отделения. И врачам с приемного покоя удобнее здесь назначать. Когда врач саму здесь находится, можно сказать, что конкретно он хочет это исследование. Ну и пациентам, естественно, тоже. Не надо их на носилке, допустим, если какие-то травмированные пациенты. Не надо их поднимать на третий этаж. Удобнее. Все на месте, когда. Все в одном отделении, все кабинеты. Почас ремонту працованные месяцы медперсоналу обсталевали персональными компьютерами, які подключили до одинной больничной сетки. У перспективе доступ у базу дадзиных и інших медицинских установ. Створили и систему видеоназирания для контроля якости обслуговывания. Кошт ремонту каля 550 тысяч рублей, але гэтую лечбу нельга лечить с Кончатковой. До першого вересня о приемном отделении Гомельской областной клиничной больницы планується завершить другие этапы конструкции. Удобавился кабинет электрокардиографических исследований и кабинет ультразвуковой диагностики. А в будущем при расширении еще большей площади приемного отделения будут добавлены кабинеты плалата для наблюдения за пациентами и Центр телемедицинского консультирования, который позволит консультироваться нашим врачам с республиканскими учреждениями, а врачей районных больниц с нашими врачами для получения квалифицированной консультации. Олег Сентюров, Сергей Негеревич, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». Сёння означается «Сусветный день обороны права у спожилцов». Сё лета его тема гучит, як спожилецкие правы у личбовую эпоху. У шарагу гандлёвых объектов сёння працавали специализованные консультаційные пункты. Специалисты отказывали на пытанні спожилцов и тлумачили их правы. Супрацовники Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии суместно с волонтёрами Медицинского колледжа вы решили звернуть увагу покупников на работу интернет-крам. Так, основными прикметами потенциально небеспечных з'являются низкие цены, потребование передоплаты, недокладное описание товаров и отсутность полной информации об продавцы. А кроме того, важно ведать, что интернет-крамы обовязаны предоставлять кассовый чек, и покупник мае право его запотрабовать. Сайт потребитель сам должен посмотреть. Не возникает ли у него сомнений в том, что малая информация о продавце, или, например, не написана фамилия, и не написан адрес, а только имя и телефон. Дальше товар. Ну, о товаре наши потребители в основном уже информированы. То есть должны быть качество товара, описан срок годности, эксплуатация, гарантийные обязательства, и обязательно условия доставки. Гомельская правда рыхтуется до юбилею. 22-го соковика сполнится 100 годов, с дня выхода первого номера газеты. Правда, у 1917-м газета мела иншую назву. Известие Гомельского совета рабочих и солдатских депутатов. Редакцию Головной областной газеты наведала наша здымочная бригада. У редакции Гомельской правды у гэтые дни перацвяточный настрой. Як и ранее, журналисты рыхтуют материалы у ближайший номер, але думки по великим рахунку про надыходящий юбилей. У решті областная газета – самое старое друкованное выдание у Беларуси. Свою гисторую, и она отличная от саковицкого номера, известие Гомельского совета рабочих и солдатских депутатов. До юбилея у редакции обещают подрыхтовать специальный номер, але только гэтым запланованные мероприемства не обмяжуются. Во усіх троллейбусах з лаготыпом Гомельской правды 22-го цыковика у гадзіну пік організуюць бясплатный проезд. Плюс выпуск специального паштового конверта, обвяшэння сяручыта шоу конкурсу частушек і проведення минифутбольного турніру. Запланирован ряд акций такого познавательного плана. Это будут проводиться интеллектуальные турніры в школах Гомеля, в частности, 14-й гимназии. Мы планируем также організовать игру «Что, где, когда?» с участием Леонида Климовича по истории нашей газеты, посвященную столетию. Мы планируем посадить не менее тысячи деревьев, тоже заложить такую маленькую рощу гомельской правды. Завтра у музею Палаца румянцев и Паскевича отбудзіться презентация выставы, присвяченной юбилею газеты. Яшэдну выставу «Хронограф» плануться разместіць у Гомельскім музею фотографій. Зараз яй можна ўбачыць непосрэдна ў редакціі газеты. Тут же знаходяться і перші экземпляры, выдадзіный до юбилею книги. Над проектом працавалі більш як год. За гэты шас не толькі сабралі матеріялы ў архіве, а лі і пераглядзіле ўсі нумары газеты, які захаваліся за 100-гадовую гістору. Паследніе, наверное, полугода боле-боле так активно, а вообще, конечно, підходы начались уже пару лет назад, потому что был составлен план, творчіскі работнікі получили задання, надо було, конечно, каўдому поработать, каўдому приложил свои які-то силы, для того, чтобы, по сути, весь творчіскі коллектив, чтобы получился хороший конічный продукт. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокампанія Гомель. Гэты, а так сама іншіе новіны вы можете знайсці на нашым сайті ў інтернеті па адрасі www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершены, у студы працывала Наталья Ігнаценка. Мы сочым зразвіцьом падзіў у Гомеліў в області. Заставаціся з нами.